я вас приветствую мои дорогие друзья у нас рубрика в эфире как вы уже поняли вне сюжета от 11 апреля 2023 года и сегодня я таки да буду пытаться оживить автомобиль он как я уже говорил простоял всю зиму вот в таком вот виде никуда не ездил соответственно надо сейчас будет все проверить посмотреть заодно вы сейчас увидите процесс как это все происходит ну виде марки выглядят вот таким вот образом в принципе какой-то прогрессии за эту зиму я не вижу чтобы что-то прям сильно зацвело ну то есть как было осенью так и осталось это все и было ну в принципе плане ржавчины какой-то сильной прогрессии я не вижу этим у влада выпуске вот это место почистили я бы не сказал что она прям сильно заржавела механизму стояли всю зиму никуда не двигались поэтому вот что за зиму с тормозными дисками происходит фары чем-то не заросли то есть выглядят потрясающе в принципе ну марк понятно машина как поедет сразу на мойку заедет но это мы сделаем не сегодня так как мне надо еще страховку продлить у меня она давно уже закончилась здесь плане ржавчины все получше но тоже есть вроде ничего нового не повылезала вот как было осенью так она и осталась тут у меня задние суппорта да я сегодня показывать не буду что тут конкретно потому что у нас будет отдельный выезд уже на площадку где вам подробно расскажу какие запчасти по итогу что мы имеем и с чем мы пойдем в бой я последний раз двигатель запускал где-то в начале января кстати в новогодние праздники все больше его не трогал давайте посмотрим что жидкостями живое смотрите антифриз живой даже давайте посмотрим что у нас с маслом творится масло даже вроде живое на вид как она там осела за это время что у нас ну вот она один литр чуть чуть ниже середины но это холодная потому что сейчас двигатель стоял я вам уже сказал сколько по времени ну в принципе наличие критические жидкости я проверил тормозу как кстати на месте даже кстати уровень когда вы создана со славкой залили ничего не ушло что так и стоит так что все на самом деле нормально понятно что тормоза мы будем как раз делать вот это все блин добро менять а я уже на самом деле жду когда мы поедем вот это все выкинуть просто и поставить нормальные тормозные шланги единственное что у меня постоял этот аккумулятор его конечно хоть и пытался заряжать периодически но может быть я его прогадил потому что такое ощущение складывается что он под сдох хотя может и ошибаюсь но вот я зарядил его и на следующий день после зарядки аккумулятора напряжение на клеммах 11 7 так сначала мы соответственно ставим плюс давно это ребята не делал все на самом деле уже блин соскучился какие-то попытки бы были искры какие-то когда корабль попытается ожить ой ёпарас это о ком походу все дня все аккумулятор короче под замену вот так вот постояла минус 5 рублей короче в копилку машины блин надо еще будет в округе страховой еще аккумулятор купить вот так вот поэтому друзья старайтесь все-таки на них ездить не любят они стоять для них это вообще смерть пусть раз такая фигня давайте-ка я подключаю на комментарии три недели назад подписал влад гребцев до три недели назад я думаю может быть ему жизнь ответа не актуальны но я думаю что они могут быть актуальны и в любое время приветствую михаил будь добр подскажи пожалуйста уже всю голову сломал opel vectra а двигатель x20 xe в 95 год разве вектора а выпускал в 95 ну ладно ситуация следующая после замены помпа начал плохо заводиться на холодную кара в конце концов завелась горит чек но стоит ее прогреть чуток проехать перезапустить так сразу заводится с пол тыка и чек сразу пропадает думал мастер провтыкал метки съездили проверили все нормально с метками съездил к диагносту чек который выдавал описанный выше это ошибка по датчику коленвала решил заказать новый оригинал стоит космос поэтому выбрал неплохой аналог который порекомендовали delphi поставил его теперь машина вообще не заводится с этим датчиком но как только отключаю этот датчик коленвала заводится но тяжело соответственно горит чек буду очень признателен твоему мнению и советом по данной ситуации но смотри видишь получается что delphi все-таки не подходит и опять же говорю здесь проблема не в том что delphi не подходит а дело в том что вопросы выходом контроля качества возможно они пролюбили сопротивление которое штатно понимает вот эти мозги 95 год у тебя ну я думаю вектор омега плюс-минус одно и то же там старого образца мозги стоят которые очень чувствительны к правильному сопротивлению почему только оригинал то и подходит delphi не значит что не подходит то есть какая какой-то датчики всей партии может быть и заработает но это приходится методом перебора делать это вот у меня ребята есть которые вот тоже из дмрв мучились подбирали и датчик колена причем у кого-то даже китайский топран работает прекрасно кстати несколько лет уже работает тут видишь блин надо иметь возможность несколько датчиков перебрать вот я не знаю кто где может быть такой возможности имеет но если такая возможность есть то это замечательно можно тот же delphi там раза с третьего может быть повезет попадет сопротивление и будет четко запускаться работать потому что если здесь сопротивление у тебя получается выходит за штатное все мозги не понимают что происходит и да и ты вот это доказывает что что ты видишь лишь отключаешь датчик и он за счет датчика распредвала но хоть как-то запускается понятно горит чек там всякая фигня но тем не менее вот так это работает я скорее всего подозреваю что у тебя не попадает сопротивление и опять же что значит сдох старый датчик то есть что с ним случилось посмотри на его проводку может быть ее подпаять можно может быть что-то можно сделать чтобы спасти этот датчик я я бы лично попробовал бы старый оживить так и вот же потом пишет приветствую михаил спасибо за твои видео помогают советы будь добр подскажи пожалуйста по нескольким вопросам недавно началось при переключении передач 1 2 3 так понимаешь что у тебя механика на то есть не автомат явно иногда вначале начинает подергивать потом нормально хватает едет а потом быстро а потом бывает что все нормально переключается без подергивания в чем может быть проблема сцепления ну да ты явно про механику пишешь да может быть сцепление то есть сам выжимной механизм вот когда ты выжимаешь может в теории ну на самом деле видишь здесь сложно сказать потому что такой симптом может давать корзина сцепления диск сцепления проскальзывает может такое быть конечно и еще не при из неприятного это двухмассовый маховик вы у нас насколько я знаю и векторе по-моему тоже стоит двухмассовый маховик на этом моторе и может быть в нем уже вот эти подпружиненная масса 2 вот это его часть как бы она там уже гроба пружина все изношено все люфтит болтается и вот такой эффект когда ты включаешь передачу и отпускаешь сцепление ну так вот подергивается может быть в теории маховик конечно вообще надо вы желательно как-то тебе взять и проехаться послушать работу механизмов то есть где-нибудь выбери безопасную площадку вот так же как я открою капот и есть как бы с опущенным стеклом и слушай как у тебя включается сцепление то есть чик там как может быть тебя что-то скрипит скрип это скорее всего в корзине может быть дело вполне двухмассовый маховик будет издавать стуки когда ты будешь отпускать сцепление будет пух 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 вот такой постукивание издавать то есть тебе нужно послушать что у тебя происходит и чтобы более точно знать но я подозреваю что вполне ну опять же ты не написал когда сцепление менял то есть когда ты вот и последнее дело это тоже как бы важно на самом деле писать поэтому видишь из того что не писала ну приходится гадать в большем диапазоне второй вопрос на прогреве аккумулятор заряжается на ходу тоже но после прогрева перестает идти заряд слегка нажать на тросик буквально 50 оборотов начинает работать нормально и заряжать по генератору мастер сказал вопросов ноли сказал стоит только стоит только поменять реле мастер подкрутил немного болтно регулировочные поменяли реле проблема не ушла обороты ориентировочно 650 700 подскажи пожалуйста всю голову сломал слушай но реле-то реле диодный мост точно в порядке первый вопрос диодный мост как себя чувствует поживает ли нормально в теории еще вот когда ты говоришь горячий ну щетки может быть не но щетки вряд ли щетки начинает наоборот себя может быть даже скажем так на горячую лучше вести чем на холодную как правило блин тут на самом деле у меня таких вот мыслей нет если ты говоришь реле меняли все не заряжает на горячую именно да не заряжает блин ну чё-то честно говоря пока мысли у меня никаких нет не знаю может кто-то подскажет третий вопрос бывает при движении на нейтралке остановки обороты повышаются до полутора тысяч стоит нажать газ начинает возвращаться в норму может быть это связано с тем что мастер подкрутил как я писал во втором вопросе или проблема в другом смотри на самом деле здесь я подозреваю что у тебя рхх у меня вот была та же тема блин у меня помнишь я даже сюжет у меня был ремонт пятый ой господи какой ремонт ремонт шестой где я показывал проблему в начале видоса я такой там типа выхожу из тачки увеличиваю кадры там у меня обороты там стоят полторы тысячи а меня в салоне при этом нет то есть та же проблема у меня была и иногда да мне помогало что-то газону риск и он потом бывает это опустит до 1000 там до 800 даже но он вот так вот работал как у тебя и после того когда рхх исправил больше такой проблемы у меня ни разу не было так скорее всего тебе дружище идти в рхх надо и пользоваться шестым выпуском ремонта если здесь обком если у тебя обкома нет то 15 выпуск ремонта потому что я регулировал обороты что так что так и в принципе в обоих случаях довольно успешно так четвертое подключил дымогенератор все нормально дым чуток с дросселя просачивался ну и с егр шоу если с дросселя это в принципе норм то вот егр должен идти или нет не знаю подскажи пожалуйста нет с егр он не должен идти как раз таки если у тебя есть проблемы с оборотами том что я писал в третьем вопросе то скорее всего может быть даже егр в этом виноват то есть подсос идет воздуха там мембрана такая есть где шток ходит и это мембрана как бы получается ну разрежением она втягивает штоки и бывает что в этой мембране разрыв появляется может быть какой-то из-за этого разрыва у тебя пожалуйста лишний воздух в системе у тебя все двигатель не будет нормально работать может быть кстати отчасти это связано с егром может быть такое конечно вот так что с егр ничего не должно идти он должен быть полностью герметичен работать должен четко и вообще желательно его сними я смотри у меня тоже есть видос про то как снимается егр тебе поможет так извини что много вопросов буду благодарен за мнение ответ но как видишь постарался на что-то ответить на что-то не совсем я ответил потому что блин что-то мысли пока никаких нет тем более видишь я тут сам раздупляюсь такой момент что сам сейчас пытаясь во все это вклиниться вспомнить как опять это все происходит потому что когда от машины отвыкаешь какое-то время блин еще за аккумулятор обидно капец блин а новый практически был но надо по ходу варту покупать и причем емкость конечно надо все-таки по и поискать побольше 70 хотя бы блин 60 наверное все таки для этой машины маловато тем более я думаю что его подгробил тогда когда у меня вот до того когда к владу а нет еще до того как я помните прикол с массами выяснил что у меня болт от генератора отошел массы не было аккумулятор разряжался может быть тогда он подсел хотя он был новый абсолютно блин ну я не думал что такого аккумулятора сдох не знаю короче в чем дело ну вот факт есть факт машина запуститься не может просто шит хэппент ну кто не понял дерьмо случается как видите аккумулятор приказал долго жить к сожалению зиму он эту не пережил причем будучи в хороших домашних условиях не знаю как так получилось но вот так вот бывает поэтому придется подраскошелиться купить новую батарею чтобы завести всю эту движуху и куда-то уже поехать тем не менее вы сами просили чтобы я показывал вам всю движуху по машине я стараюсь что делать сегодня по крайней мере вышел хотя бы на комментарии поотвечал но блин за остальное конечно обидно хотел уже сегодня колеса подкачать потому что блин у меня электрический насос рад был сегодня побыть опять же с вами в эфире как стали добрые времена будем возвращаться к этому движнику давайте еще раз посмотрим на машину блин не могу на нее насмотреться на самом деле очень такое увлекательное зрелище и можно даже опять же на салон посмотреть который сегодня так и не ожил блин я уже надеялся сегодня что у нас будет движуха и мы оживим наконец-таки услышим мотор увидим как все работает даже думал прокатнуться сегодня по двору но хрен там плавал не все получается так как мы этого хотим так вот опять же лайнер посмотрим хотя бы так насладимся видами машины потому что сегодня ребят больше ничего предложить пока не могу как я уже говорил омега эта машина у которой с электрика бывает куча проблем и на самом деле это не шутки большинство вообще вот проблем которые вы не пишите там у меня отказывают датчик кто-то то 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 выясняется по итогу этих людей что была проблема либо переломан провод либо не контакт где-то в был либо не контакт где-то вот здесь то есть постоянно какие-то проблемы именно с проводами и я хочу сказать что очень часто такой основной проблемой по этой машине является отсутствие нормальной массы то есть до массы на самом деле это очень критически важная вещь для электрики потому что но это грубо говоря как земля да там куда минус приходит и когда плохой контакт у нас в массе происходит соответственно у нас нет нормального плюс у нас нет нормального напряжения у нас все начинает скакать прыгать работать нестабильно это выливается в выбивание ошибок в отказе узлов которые вы начинаете менять и говорить блин а поменяла ничего не не помогло не сработало и так далее и поэтому сегодня хочу вам показать как я делаю профилактику проводов массы смотрите значит у нас какие бывают виды масс значит вот масса на двигателе сейчас вам точно покажу боюсь соврать сейчас а вот она на рдт смотрите она прикрыта вкг вот этой вот вентиляции вот у нас есть масса на форсунках я называю и мне стало интересно вот эта масса на форсунках откуда же она приходит она приходит не из той гофры которая идет у нас по низу где у нас идет масса на блок двигателя вот эта масса она исходит из проводки которая идет сразу в был вот эта верхняя часть где у нас удачи коленвала вот это все проводкой бежит вот она устремляется непосредственно в бермудский треугольник да эта масса которая отвечает за работу и был как я понял и действительно я пробовал если отключить эту массу машина не запустится то есть всегда следите за этой массы смотрите потом у нас дальше есть масса на генераторе она у нас вот приходит отсюда причем даже вот с клемм аккумулятором суд двойной такой провод идет и один из проводов как мы видим бежит в гофру сюда в пластиковую и прибегает в генератор сразу приношу свои извинения на этом моменте я очень жестко оговорился дело в том что никакого провода массы генератору не подходит генератор берет массу со своего корпуса причем я об этом говорил ранее но вот так вот бывает мы оговариваемся тем не менее что же за два провода на генераторе первый провод он самый такой толстый основной это провод напряжения который генератор выдает в систему а вот этот тоненький провод который заходит немножко сбоку это провод возбуждения это напряжение, которое получает генератор при запуске автомобиля для того, чтобы на катушке подалось напряжение. За счет этого на катушках возбудилось магнитное поле и в этот момент генератор начал вращаться. И он сам для себя уже начинает вырабатывать электричество. Поэтому так и называется провод возбуждения. А тот провод массы, что по моей легенде оговорок должен приходить на генератор, на самом деле он приходит на блок двигателя. Расположен данный провод за датчиком давления масла. Как мы можем видеть, он у меня конечно в таком удручающем состоянии, там какой-то масляный нарост и так далее. Но тем не менее, он расположен снизу блока двигателя за датчиком давления масла. Основной узел масс, который я советую делать такую профилактику, ну каждый сезон, там через сезон, как говорится, сами решайте. Это у нас сочленение проводов масс вот здесь под панелью аккумулятора. Да, вы можете сейчас посмотреть, в каком состоянии у меня эта гайка. Видно, что все покрылось коррозией. И на самом деле здесь хочется сказать, что контакт может быть уже ненадежен. То есть необходимо все это дело раскручивать, доставать провода, зачищать их, сажать на определенную такую есть смазку для контактов, которая предотвращает окислы. И все это закручивать назад. То есть вы тем самым улучшаете контакт масс. И поэтому сейчас я хочу провести такую профилактику, показать вам заодно, как я это делаю. То есть я это раньше делал, но решил, что это стоит тоже показывать, потому что даже такие мелочи надо обязательно всегда показывать, потому что люди иногда забывают о том, что надо делать. Чтобы открутить данную гайку, необходимо взять вот такую трещоточку, головку на 13 и вот эту гайку крутануть против часовой стрелки. Конечно, вам будут мешаться провода, все возможное. А мы пробуем. Вот, все, я ставлю ее на гайку. Мешает шкив гидроусилителя, но все-таки можно попытаться. Здесь, к сожалению, вам показывать особо нечего, потому что все на ощупь опять же здесь делается. Нет, конечно, если все подразобрать, можно было и показать как гайку, но я думаю, вы уже понимаете, как гайка-то откручивается. Смотрите, против часовой ее тянем. Ох! Вот она освободилась. Вот вы видите, что гайка довольно-таки скородировавшая. Ну, контакты, кстати, неплохо выглядят. Но все равно профилактику надо делать. Это не повод вот так оставлять. Видите, там даже какое-то железо видно, что есть. То есть не покрылось ржавчиной, но уже стремится к этому. Главное, провода потом не забыть никакие, подключить обратно. Вот она, смотрите, основной провод массы. Достаем. Это вот та масса, которая у нас идет на аккумулятор. Да, мы видим, что здесь довольно все неплохо. Видим, что есть налет, но внутри вроде как и нормально. А вот здесь, видите, уже есть окислы. Зеленоватый такой грибок как бы. Это все надо чистить. Зачистим это. У меня тут есть такие дисковые наждачки от шуруповерта, но я думаю, если они руками, мы ими поработаем, они не обидятся. Берем какую-нибудь, не знаю, 240-й. Собьем просто вот это все. Г. Видите, здесь сколько говнища. Вот у нас сколько. Это вот та часть, которая прислоняется непосредственно уже к кузову автомобиля. И это основная масса, скажем так. Значит, затем осмотрим вот здесь провод у нас. Видим, что тоже, конечно, коррозия его немного покосила. Вот это все зачищаем. Конечно, в идеале салфетку, но ладно. Все равно я хочу потом под капотку на мойку погнать, поэтому уже как бы не критично. Но реально, ребята, может салфетку так постелить, чтобы крошево вот это не летело. Все равно тут, в принципе, металла-то нету, это вот одно окисление. Так что... Смотрите, это я 240-й. Берем что-нибудь понежнее, скажем так. Например, тысячная, наверное, слишком нежная наждачка. Ну, какую-нибудь... Вот это, по-моему, 400-ка. Да, 400-ка. То, что надо. Значит, берем 400-ка и заполировываем. Вот у нас вот так теперь это все выглядит. То есть, окислов особо нет. Вычистил. Куда и к чему прислоняется данный провод массы. Смотрите, вот там вот шпилька есть. Сейчас мы ее увидим. И там на ней такой блестящий контакт. Это, конечно, с одной стороны очень хорошо, что он блестящий. Это говорит о том, что здесь действительно металл такой, который не боится коррозии. Но смазать все равно нужно, потому что окислы, они, видите, вот здесь появляются, зараза. И такие паразиты, которые, блин, все равно могут мешать прохождению массы, грубо говоря, тока. Значит, смотрите, берем, ну, типа тысячный, да, дополнительно. Сейчас мы сгладим все вот эти вот огрехи. Вот, прям гладко становится. Ну, вот, смотрите, результат после тысячной наждачки. Так, давай так покажем. Видите, она прям зеркалит уже практически. Ну, то есть, вот до такого состояния надо довести вот эту фишку, чтобы у нас, опять же, здесь был максимальный контакт. И посмотрим на остальные провода. Там провод, там их несколько. И вот оставшиеся провода. Вот у нас провод блока АБС. Идет, по-моему, да, насколько я вижу по схеме. Ну, там, видите, несколько масс у нас сходятся в одном месте. Вот, и необходимо между ними, опять же, обеспечить хороший контакт. Так, если мы посмотрим сейчас на провод, мы видим, какой-то черный налет есть на нем. Вот на том, что от блока АБС отходит. Это тоже все равно, конечно, чистить, чтобы, опять же, у нас проводимость только была, ну, как можно лучше. Вот, смотрите, аж заблестел прям, просто блестит. Вот так и должна быть. Слушайте, и остальные провода, их вообще дико неудобно что-то с ними делать. В всяком случае, при собранной антифризной вот этой системе всей, конечно, в идеале это все надо площадку аккумуляторную бы снять. Но я не стал заморачиваться, я вам просто показал, что все это реально сделать даже вот так. Значит, смотрим на шайбы. Здесь вот эти вот три провода, на удивление, очень хорошие. То есть, в принципе, даже вмешательства они не требуют. Ну, вот, главное, мы зачистили вот основные, которые окисают. И теперь берем смазку для контактов. В принципе, что такое смазка для контактов? Это специальная смазка, которая создает такой защитный слой от окружающей среды. То есть, она не проводит ток, на самом-то деле. Она блокирует попадание кислорода. То, что у нас окисляет, собственно, металл. И ее нанесение, оно, скажем так, улучшает характеристики контакта. Поэтому, особенно вот на таких проводах, типа как плюс, минус, ее лучше нанести, потому что вот на всех вот этих стыках, шайбочках, на всем вот этом идут потери. То есть, эта смазка продается, на самом деле, в любом магазине. То есть, называется смазка для контактов, там, для клемм. Вот это ее суть, основное назначение. Это блокирует она все вот эти окислы. Поэтому наносим ее на прижимную часть, куда у нас будет придавливаться гайка. Можно, в принципе, не жалея наносить. То есть, она в любом случае не повредит. Несмотря на то, что я тоже сначала думал, как ее наносить на контакты, если она не проводит ток. А на самом деле, контакт у вас в любом случае будет, когда гайку вы прижмете. Но при этом у вас не будет этих микрозазоров, которые остаются внутри контакта. Где-то кислород начинает окислы производить. Сейчас сразу для рук салфетки. Да, у нас уже ночь наступила. Как обычно. Начинаешь копаться в тачке. И часы просто. Какое-то, знаешь, как в параллельное измерение попадаешь. Да, несмотря на то, что это медь, все равно зеленые окислы на ней появляются. Так что лучше тоже эту смазку на нее в том числе нанести. То есть, все это нормально дружится. Я даже в компьютере ее использую. Где вот эти все сочленения. И у меня после этого перестали пропадать жесткие диски и так далее. То есть, это все на самом деле очень круто работает. Все. Теперь мы вот эту шайбу насаживаем, как она была. Она была в самом начале, а на нее вот эти все продевались уже остальные. Самое главное ее от окислов из бета, потому что она у нас идет как раз на аккумулятор. То есть, непосредственно это минус. Ну вот, можете посмотреть на результат нашей деятельности. Видим, да, что у нас теперь со смазкой все это дело. Вот результат нанесения на шайбу. Смотрите. Теперь она у нас вот так выглядит. То есть, видим, обработано. И давайте посмотрим, как перед закручиванием гайки у нас смотрится все наше добро. То есть, все клеммы я снова нанес. Заодно с помощью видеокамеры я проверяю, не упустил ли я ни одну клемму мимо куда-нибудь. Там их, по-моему, три у нас должно быть. То есть, основной провод массы с аккумулятора. С самой вот этой большой фишкой. Три вот таких вот идут как бы шайбочки с массами. И четвертая это адвок АБС, которая у нас, соответственно, идет с гайкой. И сейчас все это дело будем протягивать, закручивать. И вот эта вся смазка, она будет обеспечивать защиту от окислов. От часовой. И погнали. Закручиваем гайку. И считайте, профилактика выполнена. То есть, закручиваем, конечно, не сильно. Не надо прямо ломить, но вот так, чтобы прям от души немножко. Ну, можно. Все. Можно сказать, профилактику мы выполнили. Проверим все провода, подергаем, ничего ли не болтается. Это очень важно. Ребята, когда вы закрутили, пошатайте все это добро. Посмотрите, не болтаются ли шайбы, которые прижимаются. Если они болтаются, там нет контакта. Все, нет. Все прям просто монолитно стоит. Еще раз, на всякий случай, берем головку на 13 и проверяем натяг. Вот так еще раз. Оп, надавили. Все. Не надо слишком сильно. Ньютонов 5 максимум. Больше здесь не надо давить. Потому что, ну, не дай бог, вот эта фишка вырвется. Тогда будет геморрой. Давайте посмотрим на результат нашей деятельности. Как видим, все плавает в такой смазке для контактов. Синий. Все между собой прижато, зачищено. То есть, вот эти вот средние шайбы я не стал зачищать. Потому что, посмотрел, они прям блестят. То есть, с ними ничего, слава богу, не случилось. Но, тем не менее, смазкой я так чуть-чуть на них нанес. Буквально там капельку. Все это дело я прижал. Все. Теперь, видите, у нас как масса выглядит. У нас это некая такая прижатая часть, которая надежно держится к корпусу. И, кстати говоря, знаете, для профилактики можно, в принципе, то же самое проделать и здесь. По-моему, вот это на 10. Смотрите, ребята, что я обнаружил при откручивании массы. Я в этот провод никогда не лазил. Посмотрите. Это провод, который действительно идет с клеммой на корпус. То есть, второй вот этот идет на генератор. Вот этот идет на корпус. Посмотрите, что с ним. Тут просто нет живого места. Все окислилось вообще нафиг. Вот сюда посмотрите. Тут какая-то мумия, по-моему, сейчас вылезет. Песок какой-то осыпался. То есть, вот это надо зачистить. Все вот это вот прям обработать надо. Потому что массы здесь точно нет. Ладно, ладно. Я подстелю какую-нибудь салфеточку, чтобы просто у вас глаза не болели. Типа все, там машину куда-то сыпется. И говорю еще раз, я все скоро погоню подкапотку мыть. Поэтому нафиг мне уже. Ну, смысла там нет париться. Ну ладно, чисто ради вас. Так сделаем. Вот откуда все проблемы с электрикой чаще всего ползут. Вот от этих проводов. Почему-то вот никто им внимания не уделяет на самом деле. Все что угодно вы там придумываете себе, когда у вас что-то ломается. А на такие вот причины не обращайте внимания. Я всегда вот кричу в комментариях уже всем. Ребята, посмотрите, что у вас с электрикой. Посмотрите, масса есть ли она у вас. Да, типа, а что там, зачем, типа. Вот так, понимаете. Видите, все заросло. Какой тут нахрен контакт может быть? Контакта быть не может. Вот у нас, да, получается, масса у нас и не было. Потому что просто окислы одни на проводе. Это все дело обработаем. В идеале плюс бы тоже, кстати. Плюс бы, наверное, тоже нам вскрыть да обработать все. У нас просто в Петербурге климат такой, ребята. У нас влажность почти всегда. И, соответственно, все вот эти окислы, все это появляется довольно быстро. Поэтому для нас вот это, я не знаю, может, на югах где-то это не сильно актуально, там, с масками обрабатывать. У нас точно это актуально. Потому что у нас влага вообще капец. У нас вот сейчас даже весной. Выходишь на улицу, ощущение, как будто какой-то конец ноября, блин. Холодно. Но большинство подумает. Провода же прикручены, они стоят, они не двигаются, с ними ничего не происходит. Что с ними может случиться? Но вы не поверите, ребята. Мне почти каждый день задают вопросы. Миша, я сегодня ехал, у меня заглохла тачка. Либо, Миша, я сегодня ехал, у меня тачка перестала тянуть. Что-то все стало пропадать, моргает чек. Я не понимаю, что происходит. Приезжаю на диагностику. Там приговаривают три датчика одновременно. И мы эти датчики все меняем. Я там трачу деньги, ничего не работает. А я ему говорю, слушай, дружище, а ты можешь мне сказать, какое у тебя напряжение в сети? А зачем мне это говорить? А что надо проверять? Это то же самое, что пытаться диагностировать двигатель без замера компрессии. И сегодня я вам показал, что надо делать профилактику этих проводов. Потому что видите, как все окисляется, как зарастает какими-то коррозии, там оки с вами, вот эти зеленые, там медный налет, вот этот, все это, это все препятствует дальнейшему контакту. То есть оно не то, что сразу пропадает и контакта нет. Нет, контакт есть. Но он все слабеет и слабеет. И у вас начинается нестабильная масса. Нестабильная масса выражается в нестабильном напряжении. Все. Надеюсь, мой посыл в видео вы поняли. Да, друзья, проявляйте активность, потому что дальше я постараюсь еще сюжеты полезные снимать. И не переставать, потому что, как меня назвали, это и генератор позитива. Но мне очень приятно. И на самом деле, мне эта энергия прет. Мне хочется постоянно что-то вам показывать, рассказывать. Мне это интересно. Ну все, ребята, всем пока. До скорых встреч. Счастливо. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok